Господин Давид, можно ли детям аутизмом давать лекарства от бессонницы? Очень актуальный вопрос. Когда я слышу подобные вопросы, я всегда вспоминаю слова нашего замечательного сотрудника, доктора Аркадия Тверского, учениками которого являются более половины сотрудников центра, в том числе и я, и Юсефа, и доктора Римма, и Авраам, и доктора Катя и многие другие. Человек легендарный, совершенно уникальный по своим знаниям, много десятков лет преподающий, обучающий врачей и целителей. Он ваш учитель? Да, это наш сотрудник, доктор Аркадий Тверсколь, если зайти к нам на канал. Одновременно и сотрудник, и учитель? Да, да. Так вот, вопрос. Возвращаемся к вопросу. А можно ли детям давать, детям с аутизм давать лекарства от бессонницы? Правильно я услышал этот вопрос? Доктор, отвечая словами доктора Аркадия, самый основной вопрос, которым должен задаться человек, который думает о том, давать или не давать что-то, вопрос такой, а зачем? 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 Что я имею в виду? Давать любое лекарство какое-то, вот написано, оно от бессонницы, совершенно бессмысленно, это может не помочь, а может навредить. Нужно знать, почему у ребенка бессонница, и только в соответствии с этим уже думать о том, какой именно препарат растительного или искусственного происхождения ему давать. Если, например, у ребенка не спит из-за того, что у него повышенное внутрочерепное давление, обычные успокоительные препараты или мелатонин ему никак не помогут вообще. Люди начинают давать препараты, видят, что эффекта нет, начинают давать еще более сильные препараты, и это сильно вредит ребенку. Но при этом причина не затрагивается, причина того, почему ребенок не спит, и это ни к чему хорошему не приводит. Ответ такой, да, нужно помочь ребенку, который не спит, нужно постараться найти способ помощи ему, в том числе лекарственной терапии. Но это опять-таки, я эту фразу повторяю все время, по медицинским показаниям. То есть сначала необходимо увидеть причину, почему ребенок не спит, и уже в соответствии с этим думать о назначении ему лечения. Почему именно так? Вы знаете, раньше, на протяжении многих столетий, все врачи, когда они заканчивали обучение, перед тем, как они приступали к практической деятельности, помощи людям, они давали клятву, клятву врача, клятву Гиппократа, которую сейчас уже как бы она не очень известна, уже другая реальность, подходы другие. Клятва Гиппократа, самая основная заповедь любого врача, не навреди, все, не навреди. И этим должны руководствовать родители, раздумывая о том, как именно они должны помогать своим детям. Самое главное, не навредить. Спасибо вам. Да, помогать надо, надо обращать, как я сказал, надо относиться с любовью к детям, с вниманием, стараться понять, что они чувствуют. Особенно дети с аутизмом, они не могут, большинство из них не может сказать словами, не может показать как-то. Поэтому надо проявить именно любовь, внимание к детям и помогать им так, что это им поможет, а не навредит. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 - Спасибо. Сука. Испertен. Испertен. Испертен. Исперт-지спой. Вердиш алмали. Bu hipokrat andı içirlər və bu hipokrat andı çox gözəl, məntiqli iki sözdən ibarətdir. Ziyan vermək. Yəni, bilmirsənsə, nə isə xəstiyyə kömək edə bilməyəcəksənsə, ziyan da vermək. Yəni, bu çox məntiqli, çox sadə və çox anlayışla qəbul olunacaq bir şeydir. Və bizim bugün uşağa yuxu dərmanını bilməyərəkdən ki, o səbəbi nədir? Baxın, David bəy söylədi ki, təzikdən yatmaya bilər, nevroloji xəstəlikdən yatmaya bilər. Səbəbi örgənmək lazımdır. Uşaq niyə yatmır? Yatmır yox. Niyə yatmır onu? Və David bəy onu da söylədi ki, uşağa birinci sevgi, ikinci diqqət və uşağın nə hiss etdiyini anlamaq. Autizmlü uşaqlar danışmırlar.